Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Предлагаю вам устроить дьюти-перерыв, посмотреть новый экземпляр гламур ноябрьский номер. Также покажу вам целую коробку косметики, которую я отдаю по тем или иным причинам. На обложке нового гламур ноябрьского номера Ксения Собчак я никакие персоны никогда не обсуждаю. Сейчас популярны надписи на одежде. Кстати, напишите, как вы к этому относитесь. Многие носят различные надписи, довольно сомнительного толка. H&M реклама. Несколько раз заходила в этот магазин. Если вы заходите в эти магазины, расскажите, есть ли там, встречаете ли вы одежды вот такого размера, о котором я вам говорила, 50-го и выше. В этом магазине я приобретаю очень много, кстати, белья. В Интимисиме очень хорошие, правильные размеры на большую грудь и на маленькую. И мне очень нравится то, что там кружевное белье, и оно такое, знаете, стрейч-кружево. Ковали класс. Обожаю вот такие вот сумки. И, честно говоря, у меня была такая вот шуба, очень похожая шуба, вот с таким вот ворсом. По-моему, это был олень. Ну, в общем, смотрелось очень красиво. Конечно, не для любителей природы, не для тех, кто веган и вегетарианцы. Это все понятно. Как вы относитесь к татуировкам? Я, конечно, страдаю, когда вижу вот таких девушек полностью зататуированных. Но мне почему-то кажется, что во взрослом уже состоянии, когда им будет лет 50-60, они, честно говоря, пожалеют о том, что делали вот такие татуировки. Тут, на мой взгляд, интересная есть статья на 28-й странице. «Восемь женщин, которые изменили нашу жизнь». Не согласна с тем, что сюда поставили Мадонну. По поводу Жорж Сан согласна. Действительно, писательница, которая под мужским псевдонимом писала о современных женщинах, ну, современных ей и ее современницах. О тонком мире женщины, о том, что женщины не обязательно должны сидеть дома, о том, что они должны иметь свое хобби, свою любимую работу, если хотят таковую. Мэри Стоус, ученый, автор концепции планирования семьи. Ну, это, конечно, в 1921 году. Ее фотография, она открыла первую клинику контроля рождаемости в Лондоне и написала книги очень известной «Любой в браке», «Мудрое отцовство, материнство». Как вы понимаете, до этого времени вообще об этом как-то не думали. Ну, рождались дети и рождались, и все, как-то так все само собой. Далее Валентина Терешкова. Ну, тут, в общем, вопрос такой, безусловно, мы гордимся этой женщиной, я ее знаю лично. Когда я созванивалась с ней по телефону, я поняла, что это очень-очень скромная женщина. Общалась с ней лично по деловым вопросам. Тихий, спокойный, скромный человек. В общем, профессионал своего дела, и это здорово. Дальше Клара Цеткин, Роза Люксембург. Сразу, знаете, вспоминается собачье сердце. Вот их фотографии. Вот такие, видите, женщины в странной, конечно, одежде для того времени. Ну, такие, да, они, в общем, революционерки, по сути. Именно они, кстати, организовали праздник 8 марта, да, в 1910 году, когда девушки всего мира проводили демонстрации и привлекали внимание к своим проблемам. Ну, то есть, в общем-то, вещь хорошая, когда совсем никто не занимался женскими проблемами в стране. Ну, что, в общем-то, там война. Это уже совсем не до женских проблем. Ну, вот, конечно, они молодцы. Не могу серьезно после произведения Булгакова «Собачье сердце» к ним относиться. Ничего с собой поделать не могу. Чужие отношения я никогда не обсуждаю. Мне эти страницы, честно говоря, неинтересны. Я пью зеленый чай с жасмином, ем виноградик потихонечку и с вами беседу. Вышел новый аромат «Шанель Габриэль». Если кто-то пробовал, расскажите, как вам. Здесь вот есть пробничек, я пока его еще не открывала. Думаю, что скоро составлю свое мнение. Вот я тут, видите, даже себе закладочку сделала. Вышел новый фильм «Убийство в Восточном экспрессе». Было бы любопытно посмотреть, потому что я помню старый. Хорошо очень. С 9 ноября он пойдет. Моя дочка очень любит Джонни Деппа. Но он, конечно, действительно такой харизматичная личность. Тут я с ней согласна. Он интересный артист, на мой взгляд. Пенелопа Круз, Мишель Пфайфер, Джуди Денч. Интересный очень состав. Надо будет посмотреть. Обязательно мы хотим сходить. Интересная такая мода, смотрите. Теплый пуховик. И тут, конечно, туфли на бусыногу. Это шок. В Москве так, конечно, не ходят. Вот он практичного темного цвета на яркой подкладке. То есть, как вариант для тех, кто не хочет испачкаться, мне кажется. Да, вот кто боится, кто ездит в метро, общественным транспортом. Да и вообще у нас грязь такая на улицах. Те, кто живет в южных городах. В этом смысле я вам завидую. Всем привет. Кстати, я думаю, что можно к темному пуховику сделать яркую такую вот подкладку самостоятельно. Ну, в общем, купить просто подклад и попросить пришить на мастерской. Кстати, вот смотрите, обратите внимание, сейчас появилась вот эта женщина в рекламе. Пожилая такая очень женщина. Я думаю, ей под 70, наверное. И она уже не первый раз что-то рекламирует. В данном случае это меха. Может быть, она, конечно, в прошлом модели. Но вот ваше мнение. Должны ли вот такие женщины вот такого возраста рекламировать что-то? Или, например, вам это не нравится? Вот он этот цвет, видите, который очень моден. Такой вот темно-таракотово-бордовый, да, какой-то неопределенный цвет. У него есть какое-то свое название. Он очень опасен в том плане, что он дает немножко больше возраста, чем есть у модели. Поэтому, конечно, тут нужно быть аккуратнее. У лица стараться его, на мой взгляд, не носить. Что модельера не советует. То есть спускать этот цвет вниз. Надевать, например, брюки или юбку или какой-то узор небольшой, но не около лица. О, смотрите-ка, опять стали модные колготки в различный-различный рисунок. Ну, это, конечно, не мой абсолютно вариант. Очень странный вариант. Скорее, даже я соглашусь вот с таким вот платьем учительницы. Такой, я бы сказала, даже гимназийской учительницы. Не знаю, чем вот с такими вот колготками. А ваше мнение, какое вы будете вот такие носить, если вам такие вот подарят, предложат? Или как-то настороженно к ним отнесетесь? Мы с вами носили вот такие вот в 90-е колготы с рисунком. То есть полностью-полностью все ажурные. Вот сейчас опять они в моде. Будете носить то, что модно, или то, что вам идет, что вы выбираете? Я всегда выбираю то, что идет мне. Например, я стесняюсь вот таких вот колгот. Мне кажется, это как-то не очень серьезно и странно. Вот юбки с красивым рисунком, да, я люблю, мне нравятся. Я бы стала вот такую носить. Ну, конечно, если бы вот не на этом месте был рисунок, а чуть-чуть куда-то его переместить. И лучше бы, конечно, вниз, чтобы не привлекать внимания. Еще один пробник духов – это Dolce & Gabbana The One. Как бы единственная, да, я так понимаю. Для меня как-то они сладковаты. Я вам показывала в пустых баночках. Те духи, которые я уже использовала, Dolce & Gabbana, честно говоря, с трудом, очень какие-то прям такие насыщенно сладкие для меня. Пока не нашла среди вот Dolce & Gabbana подходящих мне. Не знаю, буду открывать. Может быть, эти понравятся. Попробуем. Видите, активно рекламируется одежда из каталогов, которые раньше продавали только косметику. Как вы к этому относитесь? Вы приобретали что-то или нет? Юдашкин делал коллекцию для Фаберлик. В принципе, цвета, ну, такие красивые, модные. Мне почему-то кажется, что вот эта одежда из каталогов не очень добротная. Не знаю, может быть, вы меня сможете переобедить, кто-то пробовал или нет. Мат одной помадой. Ну, в общем, матовая помада не для меня, хотя советы Елены Крыгиной я всегда внимательно слушаю. Она девушка такая талантливая в своей области, на мой взгляд. Mary Katie рекламируется. Видите, целый разворот. Опять же, косметика по каталогам. Libriderm. Кстати, как вы относитесь к Libriderm? На мой взгляд, обычная совершенно косметика. Не сложные такие составы, но, по-моему, по немножко завышенным даже ценам. Как-то меня не впечатлил по одному крему. Не знаю. Мне кажется, дешевле они должны стоить. Аптечная такая в основном косметика. Вот, на мой взгляд, очень интересная статья. Я имею в виду вот эту. По поводу седины. Скажите, пожалуйста, вот вы стесняетесь седины своей? Вы ее закрашиваете или нет? Сейчас утверждается, что вот действительно модная натуральная седа. Да и волосы даже вот длинные. Но для меня, конечно, это абсолютно нонсенс. Я бы так ходить не стала даже при наличии хороших волос. Все-таки я бы какой-то оттенок сделала. Но вот письмена Росси модель ходит. Вот с такими волосами длинными. Гламбокс когда-то заказывала. Сейчас перестала, потому что не вижу в этом смысла. Слишком-слишком маленькие там пробнички. В Гламбек еще, по крайней мере, полноразмерное средство. А Гламбокс это прям совсем малюсенькие пробнички, которые прям даже не знаешь, куда девать. И на мой взгляд, свою стоимость они не отбивают. Вот 950 рублей коробочка. Пареда показывает Елена Крыгина. Уже четвертый год подряд Елена Крыгина собирает тысячи девушек на одной из площадок Москвы на праздник красоты. Кстати, если вы были, расскажите, пожалуйста. Потому что я ни разу не была на вот таких вот собраниях. Ну, праздниках точнее. Мне было бы интересно слышать ваше мнение. То есть это вообще 10 правил этого сезона. Ну, и тут замечательные, на мой взгляд, советы. Их 10 с одним я только не согласна. Давайте прочту вам, что это за совет. С тем, что... Вот номер 9 совет. Забудьте правила. Это то, что модно в этом сезоне. Правила. Хотите выглядеть круто, в ярком макияже, делайте сразу три полноценных акцента. Глаза, губы и румяна. Ну, мне кажется, конечно, не для макияжа для взрослых людей. На мой взгляд, вот так ярко может краситься только девушка в ночной клуб. Я все-таки предпочитаю либо вот такой вот нюдовый макияж, либо, ну, акцент, даже тут слишком яркие, на мой взгляд, глаза, акцент только на губы, например, или только на глаза. Кстати, хочу сделать видео по ее советам. Скажите, пожалуйста, будет ли вам это интересно? Мне было бы любопытно снять такое видео. Макияж трендовый. Сезонный макияж. Кстати, очень полезная, на мой взгляд, статья. Такая развенчивающая миф о том, что многие вещества очень-очень опасны из косметики. Составы я имею в виду. И вот тут как раз информация о том, насколько действительно это так. Кто интересуется, кто переживает за составы, можете почитать. Я думаю о том, чтобы приобрести вот такой вот браун с селкой пил. Если у вас есть вот такие приборы, пожалуйста, напишите мне, какой лучше, каким пользуетесь вы, какие у вас ощущения. Потому что я сейчас стою перед выбором. Ранее он у меня был, но вот прям самый-самый первый. Помните, такой вот белый с желтеньким у кого был такой? Он, конечно, больно немножко вдирал волосы. Или что-то, может быть, уже изменилось в технике. Я надеюсь, что это так. И хочу его попробовать. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Ну и вот тут, видите, подарочный сертификат. Локсектан. Дарим подарки. Тысячу рублей в подарок. Ну, я знаю, что косметика очень дорогая. Не знаю, чем пользовались вы, но я пользовалась только кремом для тела, для рук. И у меня были духи. Кстати, они мне очень нравились. Вербена. Ароматы мне нравятся. Такие горьковатые, необычные. И вот он был прям удивительный. Я использовала его до конца с большим удовольствием. Но больше как-то у меня ничего не было. По-моему, еще бальзам для губ. Напишите, пожалуйста, на что стоит действительно обратить внимание. И выгодно ли это вообще вот такой подарок. Потому что когда-то мне давали карты. По-моему, там есть какая-то уже скидка. Тут начинается неделя шоппинга. Как вы видите, не знаю, насколько это выгодное предложение. Если вы что-то приобретали. Вот, например, DKNY 5000 рублей. Если вы что-то приобретали вот по этим купончикам, да, по этим предложениям. Напишите, пожалуйста, насколько это выгодно. Все тут трендовая какая-то дальше идет. Одежда, которую, на мой взгляд, совершенно нереально носить в Москве. Особенно зимой и осенью. Ну, платье, конечно, шерстяное еще можно. А вот такие вот юбочки я бы не рекомендовала. Если вы хотите в живых зиму остаться. Еще в моде леопард. Всякие тигры и леопарды. У меня есть леопардовый розовый плащ. Поэтому буду его носить, видимо, когда наступит весна. Я очень люблю Мэрил Стрип. Здесь вообще в журнале очень много тем по поводу феминизма. Говорить я об этом даже не буду. Своё мнение бессмысленно высказывать. На мой взгляд, каждый, как считает, пусть так и поступает. Но что она сделала? Очень интересно. Она открыла школу сценаристок для женщин за 40 в возраст. И пол не должны мешать осуществлению чьей-то мечты. И считает она, по-моему, просто молодец. Очень многие женщины боятся уже где-то учиться. И им неудобно. И они странно себя чувствуют. Даже когда я приобретала третье высшее образование. Маркетинг в рекламе. И я училась с девочками, которые были на 10 и 15 лет. Меня младше. Я чувствовала себя неплохо, но они как-то вели себя совсем по-детски. Немножко хихикали. Ну, то есть, в общем, детство, детство ещё у них было. Я уже была взрослым человеком с ребёнком. На мой взгляд, очень хорошая идея. Просто молодец. Вообще, очень уважаю эту актрису. И новый аромат Мисс Диор пробовала сегодня. Он мне как-то не приглянулся. Показался немножко простоватым, что ли, кисловатым. Ну, не знаю. Как вам? Напишите, пожалуйста. Я видела много положительных отзывов. Все прям его себе приобретают. И, честно говоря, я сегодня приобрела себе два новых аромата, которые обязательно покажу вам в своём очередном видео. Давайте теперь, наверное, о косметике. Вот столько всего я дарю. Быстренько пройдёмся по средствам. Я объясню вам, почему я больше не могу этими средствами пользоваться. Моя пудра любимая Дживанши. Тут такая дырочка образовалась. И в основном почему-то в тёмном. А, да, вот почему. Я же её использовала как бронзер слегка летом. А вот эти цвета почему-то очень сильно видны на моей коже. Они какие-то такие вот для меня желтоватые, что ли. Я не знаю. Или у меня какое-то создаётся ощущение перепудренности. Но они прекрасно подойдут. Я знаю, кому. И кто будет счастлив получить пудру Дживанши. Кстати, здесь был спонжик. Я его вытащила. Мне кажется, гигиеничнее использовать щёточку. Поэтому вот щёточку положила тоже от какого-то люксового бренда. Так что отдаю её. Двое вот таких вот теней. Светлые, совсем белые. Не могу носить. Просто не знаю даже, куда их использовать. Смотрятся они на мне неестественно немножко. Тени эти я заказывала на Алиэкспресс. Качество у них очень, кстати, неплохое. Но просто цвет для меня слишком. Вот прям как хайлайтер. Так что отдаю. Цвет, да, для меня он повторяющийся. У меня есть такой цвет в палетках некоторых. И поэтому я решила, что отдельно однушка мне не нужна. Есть миллион любителей таких вот ярких прям металлических оттенков. Ну, просто не мой, видимо, вариант. Следующие два продукта тоже тени. Тени от Essence. А это лимитированная была коллекция. Life is Festival. В общем, ещё раз делаю вывод, что не нужно приобретать лимитированной коллекции. В общем, вроде цвет неплохой. Вот видите, розовый. Очень похож, кстати, на помаду. И можно использовать как румяна. Но у меня просто настолько много вот румян. Да, и они слишком перламутровые, если в качестве румяна их использовать. Но на мне совершенно не усаживаются. Я буквально один-два раза попробовала. И у меня как-то они подскатываются, что ли. Не знаю, то ли я подход к ним не нашла. Но мучить не хочу. И как-то затирать их не хочу. Потому что они абсолютно новые. Я думаю, имеет смысл кому-то подарить, кто найдёт к ним подход. И вот такие вот эти более золотые. Даже, я бы сказала, желтоватые какие-то. Знаю уже, кому отдам это, кто любит вот такой вот яркий макияж. Тени Кико показывала их в своём заказе. Кстати, кто интересуется, очень хорошая бюджетная итальянская косметика. Заказывать её можно прямо с сайта Кико. Я делала целый ролик об этом. Это блёстки-блёстки. Такой же карандаш в этом же заказе я брала более тёмного цвета. И вот он был без блёсток. То есть я ожидала, что они будут одинаковые. Но вот, к сожалению, с блёсточками. Но сама форма удобная. Тени находятся в колпачке. Вот, видите, их тут видно. Объём тени довольно большой. В принципе, цвет хороший, конечно. Но из-за блесток отдаю. Отдаю вот такой вот карандаш от Пупа. Потому что у меня скопилось как-то слишком много белых карандашей. Сразу же соскочил и потерялся, к сожалению, колпачок. Но, в принципе, этим спонжем никто и не пользуется. Я уже показывала вам, они есть, эти спонжи, и в люксовой тоже косметике. В целом, карандаш неплохой. То есть можно подводить слизистую. Но как-то для меня, мне кажется, слишком белой. Особенно, когда я сейчас нашла такие более даже бюджетные замены. И более подходящие мне по тону. Ну, вот более телесные. Подводка такая, Rock'n'Doll Essence. Мне в ней не понравилось. Это вот такой вот наконечник. Я не люблю рисовать прям жирные такие вот большие стрелки. Чёрная она рисует хорошо на полное. В моём окружении есть люди, которые любят интенсивные стрелки. Рисуют смоки айс и довольно часто это делают. Поэтому отдаю тем, кто это любит. Тушь от Avon Big False Lush. В принципе, она неплохая. Volume маскара. Но по каким-то причинам у меня она чуть-чуть осыпается. Глаза у меня довольно глубоко посажены. Ресницы длинные. Иногда я даже чувствую, как они хлопают у меня по верхнему веку. И немножко осыпаются. То есть для меня эта тушь такая не очень удачная оказалась для моих длинных ресничек. Цвет между чёрным и коричневым такой, в общем, повседневный, не слишком вечерний. Я люблю, кстати, такие цвета. Ну и прекрасно послужит другому человеку, которому она больше подойдёт. Она абсолютно полная. Следующее, что я хочу показать, это вот такие вот три карандаша для губ. Один из них это Luxe Visage. Думаю, вы по дизайну узнаёте его. Он такой вот, видите, в серебристых полосочках. И два от Avon. Для меня слишком рыжие цвета. Хотя, в принципе, вот нижний ничего, но тоже он слишком для меня тёмный. Сейчас я такие не ношу. Цвета такие обожает моя мама, поэтому думаю, что я ей, наверное, это и отдам. Они абсолютно полные, эти карандаши. И вот Luxe Visage тоже, как вы видите, что-то среднее между первым и вторым. Такой более коричневый, натуральный абсолютно оттенок. На сайте, кстати, он выглядел, знаете, таким вот более розовым, что ли, нюдовым. Вот как раз помада от Avon, которая прекрасно подойдёт под один из этих карандашей. Avon True Color. Абсолютно вот под этот карандаш. Чудесно просто. Она кремовая, хорошая, она не сушит губы. Абсолютно все вот прям полные. Как-то не угадала я просто с цветом. Ну и даже хорошо будет подарок. Ну и вот вторая тоже помада от Avon, которая, на мой взгляд, подойдёт уже более вот к этому светлому карандашу. Вот такая она, совсем прям нюдово-бежевая. Кого интересуют прям конкретные какие-то такие вот цвета, да, я обязательно посмотрю, что это за номера. Следующая помада в карандаше. Показывала вам её, приобретала в заказе белорусская косметика Smart Girl. Вот так вот прям выдвигается. Пахнут они абсолютно прям с жвачкой. Такой запах детства. Кстати, он мне очень нравится, этот запах. Но вот видите, цвет мне такой не подходит. Для меня слишком этот цвет светлый. Как-то вот он даже и в камере не очень передаётся слишком светлый. Он прям такой вот персиково-розовый, светлый-светлый. Выглядел он более таким вот розовым на, опять же, изображении на сайте. В этот раз очень много у меня помад таких вот скопилось. Ну, в общем, я говорила вам, я сделала полную ревизию. Два оттенка от компании Эльф. Это американская косметика, бюджетная. Продается она на Хёрп. Отличные, кстати, помады. Но вот по цвету, ну прям вот, но не моё оказалось. Вы знаете, мне прям хотелось вот такие вот нюдовые, коралловые помады. Как-то я не угадала. Смотрите, вот они такого цвета. Опять же, очень светлые для меня, видите. Коралловая. Ну, уж чуть-чуть, конечно, поярче, немножко поярче. Карандаш, да, Smart Girl, как и вот эти помады. На мне они выглядят как-то, не знаю, выбеливают очень, что ли, губы. Непонятно как-то выглядят. Но они тоже абсолютно новые, поэтому подарок будет неплохой на Новый год фактически. Карамельный вот аромат. Сильный довольно. Следующая помада от Essence, как вы видите, да, тоже светлая. Показывала вам её в магазине Beauty Home. Она у меня была в покупках. Lone Lasting, 22 номер. Это помада от Essence. Эта серия мне очень нравится. Lone Lasting. Помада на лето для тех, кто любит вот такой цвет. А я знаю, что у моей мамы есть такие подруги, которые любят такой цвет, поэтому отдаю. Следующие две помады от Golden Rose. Она вот такая вот. Вот, к сожалению, я её хранила чуть-чуть. Ну, это сразу прям у меня так получилось. Ещё во время съёмки видео, когда она была абсолютно новая. И вот вторая абсолютно такая прям вот кремовая. Опять же, рыженькая, бежевенькая какая-то. То есть, мне вот этот номер никак не подходит. Rich Color Lipstick Golden Rose. Насколько понимают, основная их линейка. У меня много повторяющихся помад. Она практически не имеет, кстати, аромата, что очень хорошо. Это номер 154. Но почему-то я устала от этих розовых таких вот цветов. Сейчас у меня появились такие более малиновые. Сейчас это для меня более выигрышный, на мой взгляд, цвет. Так что лучше подарю её. Помада хорошая. Губы не сушат. Ну, и, в общем, последнее средство из нашего сегодняшнего с вами списка. На подарок от Reluie. Матовая помада, с которой я не смогла подружиться. Для меня это ужас. Для меня это супер высушивающая помада. Значит, это Tone 03. Серия называется Heavy Metal. К сожалению, нет. Это слишком. Она застывает намертво. Она складывается мне, по крайней мере, в мои сухие губы, в складочки. В общем, это не мой вариант. Хотя, конечно, помада красивая. Но я ещё раз поняла, хорошо, что я её купила, она недорогая. Я поняла, что я не буду носить всё-таки матовой помадой. Больше, наверное, с ними экспериментировать не буду. Мне больше нравятся кремовые. Если вам нравится формат вот таких вот бьюти-перерывок, где мы с вами смотрим журнал вместе, какие-то интересные статьи разбираем, новинки, может быть, из моих покупок косметических, и что-то обсуждаем, то, пожалуйста, жмите пальчик вверх. Я буду знать, что вам это нравится. Вам спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за всё, что имеете. Пока!